Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео мы с вами снова будем рассматривать ошибки в бою. И это очень распространенная ошибка, которая встречается на большинстве картах и встречается очень часто. Совершают эту ошибку люди прям целыми группами и вообще даже наверное не подозревают, что так делать не нужно, поскольку я это вижу так часто, что просто уже устал на это смотреть. Это так часто встречается, это настолько какая-то глупость, что даже ошибкой тяжело назвать, это просто какая-то бредятина. Но я называю это ошибкой только потому, что это очень часто встречается у многих танкистов почти в каждом бою. И это можно заметить чаще всего у тяжелых танков. Тяжелые танки, что делают чаще всего в каждом бою? Они едут на фланг, который якобы предназначен для тяжей. Едут туда, встречают там вражеских тяжей, бодаются вместе. Кто кого перестерлял, тот и победил. Ошибка начинается в тот момент, когда одна из команд побеждает. И та команда, которая победила на фланге, на тяжелом, они что делают? Они начинают делать эту ошибку. Сейчас внимание будет не то, что ошибка, а просто диагноз на СУ-152. Итак, что это за ошибка? Победили люди в фланг, наверное вы уже догадались, что они дальше делают. Они на своих тяжах начинают ехать просто вперед в открытое поле. После того, как тяжи попадались, у них на фланге впереди, что в одну сторону, что в другую, открытое поле. И его просто так пересекать нельзя вообще ни на чем. Разве что может быть на ЛТ иногда можно активно посвятить. И то, если вас прикрывает вся команда. А так ездить по открытым полям вообще нельзя ни на чем, никогда. Это бред. Ваш танк всегда должен быть рядом с укрытиями. И при любой возможности и при любой ситуации вы должны и можете где-то спрятаться. А ездить по открытому полю это полный бред. Тем более на тяжелых танках, тем более против кучи ПТ, тем более против арты. Да еще и смысла, что вы пересечете это открытое поле, почти никакого нет. Тем более это рандомный бой. И здесь, как обычно, на каждой карте есть места, где всегда сидят люди в кустах. На ПТшках, на арте. И тут даже не нужно ничего подсвечивать или вообще о чем-либо там задумываться. Вы должны просто инстинктивно, изначально просто знать и понимать, что в этих кустах, скорее всего, кто-то сидит. И ехать перед этими кустами по открытому полю смысла никакого нет. Мы победили фланг для тяжей. Смотрим на эту карту свысока и что мы о ней можем сказать. Что 4 места, самые крупные, где всегда сидят ПТшки, на этой карте всем известны и понятны. Но почему о них многие не задумываются, я не знаю. Здесь всегда сидят ПТшки. Здесь всегда сидят ПТшки. Если кого-то продавливают, то эти ПТшки или часть из них смещаются в углы карт и сидят там. Также еще ПТшки сидят у врагов здесь и здесь, по углам в кустах. Ну и у нашей команды иногда сидят ПТшки здесь и вот здесь. Все. Это каждый бой происходит, там каждый бой кто-то сидит. Всегда кто-то сидит на ПТшках сзади тяжей и в кустах стоят, ждут, когда на них кто-то вылезет. Пересекать вот это открытое поле нельзя никогда ни на чем. Точно так же, как и вот здесь открытое поле, по нему кататься нельзя и не нужно. И у моей команды, тоже на моей стороне, открытое поле раз, открытое поле два. По ним кататься не нужно. Если вы играете за верхнюю базу, как я и продавили этот фланг, подъехали, посветили от башни, никого здесь нет, то ехать вперед просто в поле не нужно. Не надо туда ехать. У вас сзади есть прекрасная каналка, по которой можно спокойно доехать до центра. С центра можете от башни убивать вот это, если вас там никто не напрягает, можете разыгрывать вот этот маленький городок и из него ехать куда угодно. Можете ехать и вперед, можете отсюда сюда пострелять, можете отсюда сюда стрелять, можете дальше по канаве кататься, но здесь уже будет опасней. Вы можете спокойно до сюда доехать и здесь уже все будет светиться и вы на тяжике не сдохнете. Также если у вас проблемы на базе, о чем многие вообще не задумываются, то лучше вообще ни в какие атаки не ехать. Зачем атаковать, если у вас проблемы на базе? Вы просто возвращаетесь назад и уже либо здесь от холмика базу разыгрываете, либо проезжаете еще дальше, если есть возможности, вас отсюда не напрягают, то здесь от башни можете все это убивать. И также от башни можно сюда стрелять, если вы можете сюда проехать. Тут нормальный холмик с ямкой и можно там от башни играть. Все, это ваши варианты, если вы продавили. Как можно догадаться, просто отсюда поехать прямо вперед, при том, что по вам стреляют из кустов. Даже если бы не стреляли, очевидно, что здесь скорее всего кто-то есть и туда ехать не надо. Даже если по вам не стреляли, скорее всего там по-любому что-то да будет сидеть. Может оно по центру стреляло, а в вас не стреляло, развернется, потом начнет стрелять. Сколько времени вам на тяже понадобится, чтобы доползти туда? И тем более, если вы и вылезли сюда, то нужно уже ехать сюда, вот к домам. Чтобы свой танк спрятать и он был защищен. Но ехать просто вперед по полю, это просто бред, ни к чему. И это происходит чуть ли не каждый бой, чуть ли не на каждой карте. Это просто капец. Здесь очень простые карты в картошке. И они по рельефам и по всему остальному понятны должны быть изначально. То же самое и касается с той стороны, того фланга, где находится замок. Там то же самое. Если вы выиграли на замке, просто так ехать вперед, есть возможность, можно проехать. Если здесь особо танки вас не напрягают, то можно проехать вперед. И то же самое для другого респа, можно проехать вперед и нужно, если никто не напрягает. Но если сильно много вас здесь с центра напрягает, то просто ехать вперед, что с одного респа, что с другого не надо. Посмотрите, они просто поехали прямо и тупо сливаются. И так каждый бой, каждый бой. Я не знаю, что это такое. О чем они думают. И по статистике я таких людей вычисляю очень просто. Очень много очков захвата базы и очень мало очков защиты базы. Люди вообще не глядя на карту, просто едут вперед. Казалось бы, был счет нормальный, уже 8-5. ФТшки как там сидели в кустах, так и сидят. Ты даже на фолловом танке никогда в жизни туда не доедешь. Это надо всей командой туда на быстрых тяжах каких-то ломиться, чтобы доехать. А зачем, непонятно. Я даже не знаю, что это за ошибка. Я таких ошибок вообще, в принципе, почти... Да вообще не помню, чтобы я такое делал, даже когда начинал играть. Вообще такого не помню. Я все время старался как-то свой танк сейвить, куда-то там стрелять, какие-то позиции. Как люди догадываются так делать каждый бой, я вообще не понимаю. Это такой бред, просто бред. Мне даже просто как-то не совсем удобно видос делать именно с такой ошибкой. Потому что лично для меня это не то, что ошибка, а просто бредятина. Но поскольку это встречается каждый бой, я обязан сделать этот видос и сказать вам, что такое есть. Оно часто встречается, и так делать не надо. На картах куча укрытий, канавок, по которым можно ездить к домам, к укрытиям. Не надо ехать просто по открытым полям. Продавили город, молодцы. Посмотрите на карту. Задумайтесь, что будет, если я поеду по этому полю вперед. И подумайте головой. А что меня там ждет впереди в кустах? Ведь там же все время сидят ПТшки каждый бой. Многие люди, которые так сливаются, у них боев куча. Так подумайте же своей головой. Где вы чаще всего на карте встречаете ПТшек? Они в этом бою тоже там же. Потому что другого места на карте нет. Если вы сыграли 70 тысяч боев, и каждый раз ПТшки сидят в одних и тех же кустах, то почему именно в этом бою вы думаете, что их там нет? Тем более, что они и так по вам стреляют. Было видно, что по этим тяжикам стреляли ПТшки. Видно же, что стреляют. Че ты туда едешь? Просто потому, что у тебя счет хороший, и ты якобы все выиграешь? Это просто какая-то хрень. Волнейшая. И это показывает, что многие танкисты не особо-то задумываются и просто едут прямо. Они хотя бы понимают, что здесь на фланге они могут постреляться, но больше они ничего не понимают. Это те люди, которые на лайвоксе всегда поедут на тяжи в город. Надо туда ехать, не надо. Им все равно. А если они выиграют на лайвоксе в город, то они просто поедут по открытому полю вперед. Точно так же, как и здесь. Точно так же, как и на большинстве остальных карт. Выиграв фланг тяжей, они просто поедут вперед, не задумываясь. Даже не отсвечиваясь, просто прямо как ехали, так и едут. Но это вообще капец. Я даже не знаю, как это побороть в танкистах, чтобы они так не делали. Поскольку это вообще не игра, это какая-то фигня. Они якобы думают, что они побеждают и едут вперед нагибать, чтобы успеть пострелять. Но на самом деле, они просто в нулину отдаются. Видите, я спокойно переезжаю по каналкам. Ничего мне никто не мешает, никто ничего не светит. Я засейвился, когда была возможность, я переехал. И еду дальше. У меня такой же медленный танк. У меня 79 хп, но при этом я еще не сдох и еду что-то делать дальше. Стрелять уроны, подсвечивать и все. Неужели я для этого сделал сильно много усилий каких-то? Да мне кажется, я сделал усилий еще меньше, чем те люди, которые ехали вперед. Потому что они там что-то пыхтели, ехали. А у них, наверное, еще и жопа горела. А я просто на расслабончике постоял, глянул на карту. О, смотрю, чувак на центре. Зацелил, не подставился. Ну ладно. Смотрю, есть возможность теперь, когда на центре пусто, переехать по каналке к домикам. Переезжаю спокойно. И здесь подсвечиваю, стреляю. Просто аккуратно играю. Я ничего для этого не делаю. Никаких усилий. Никаких там каких-то сверхмощных вычислительных расчетов. Там, как, куда, там, геометрические какие-то прогрессии, еще какая-то хрень, уравнения. Я ничего не делал. Я просто на расслабончике покатался в домиках и все. Я думаю, что впереди, в кустах, может быть ПТшка. Поэтому я не еду туда. Я постоял, лампочки нет. Ну ладно. Может быть, там никого и нету. Я никуда не спешу. Куда ломиться вперед? ХП мало. Вижу, что справа пантера подъезжает. Значит, я понимаю, что прям в ближних кустах перед ним никого нет. Поэтому я могу ехать дальше. Все легко, очевидно и понятно. Пантера умирает. Я понимаю, что перед ним там кто-то есть все-таки. Но тут, в принципе, уже очевидно, что больше и негде быть. Поэтому впереди где-то в кустах сидят чуваки. Отъезжаю назад, потому что думаю, что еще левее могут быть люди. Но я даже не светился. Поэтому пока непонятно, где они сидят. Левее, правее или просто прямо. Сижу, жду. Потому что ничего не вижу, никуда не попадаю и не свечусь. Куда мне спешить? Вот засвечивается борщ. Борщ начинает получать. Я выезжаю, засвечивается вторая ПТ. Все. Очень просто. Изи вообще. Просто нужно немножко внимательности, аккуратности и терпения. Просто так бездумно поехал, слился. А смысл играть так? С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok